Господь как удивительно, вот дедушка там у нас живет, он удивительно, как Господь, я говорю, подводит, даже как будто бы события разъединяют, но Бог делает так, что соединяет, вот у нас еще ошибка эта вышла, шенгенская зона, я уже с Ван Каз к этому обращаюсь, из-за незнания к сербам, братьям нашим двинулись, и получилась закрыта зона, нас оттуда уже попросили, теперь мы оказались здесь, а теперь вижу с каждым днем, что как это хорошо, у нас на следующий год, во-первых, полный полигон остается, а за это время мы успели сколько здесь сделать, иначе бы мы все еще были за рубежом, потому что из Скандинавии мы должны были выйти только 9 июля, а до 9 мы еще успеем Ставрополье пройти, вот как, и поэтому эти встречи, они промыслительно у Бога. На Абхазию не поедете, да? Ну, дальше не ходим, на Кавказ мы отъедем и все, мы сейчас пока две тут образы, три пройдем, потом последний будет на Кавказ уже, ну, это уже выполнимое вполне, потому что это ближнее зарубежье. Ну, вы расскажите про Григория Нового. Да вы все знаете, у меня про него очень много написано в книгах. Ну, я просто, я его почитаю как за старца, не как за блудника. Я могу по счастям вам сказать, мое отношение. Ну, я вкратце, и так, как к нему относиться? Достаточно мне с этого уже бугра в жизни ответить, как я постепенно к этому подходил. Более оклеветанной личности в 20-м столетии не было. Это масоны поставили задачу сокрушения царства престола через него. То есть, они по-сегодняшему родзинские, все продолжают, все, что только у них самое гнусное есть, все они на него выливают. Если бы его царь послушался, могло быть все по-другому. Вот мне подарили тоже книги, но не подписали. Дарят книги, я просто очень почитаю царя, царскую семью. Видите как, раньше я вопрос этот задавал отцу Дмитрию Дудкову, Глебу Якунину, Александр Менинский, такие очень известные священники. Менин, знаю. Относительно его. Как царь мог узнать с ним? Сведения были неполные. Когда я был за рубежом в Америке, там мне уже многие другие книги попали, которых здесь вообще нигде нет. Я стал вопрос уже по-другому ставить. Как такой человек, которому столько открыто мог знать со царем и не двинуть его, царь его не слушался. То есть у меня получилось только относительно его такое перемещение. Я знаю царь Спитой. Я его не канонизировал. До канонизации я уже молился и призывал его в помощь. Но теперь вот на него гляжу. Это пророк 20-го столетия. Вот в его деятельности я вижу, одна была, если так считать, ошибка, что когда все наставили, чтобы он удалился от царского двора, и он сам говорил уже о своей гибели от них, надо было уйти. Уйти. Ему открыто было, что с его гибелью гибнет царство. Как царь мог к ним прислушаться? Он лежал в это время раненый, на него покушение было. Царь, он, папа, не начинай войну. Царь считал война, объединит русские силы, это революционеры, все это помиряться. Это была ошибка, самая роковая ошибка царя. Вот он это видел до конца. Он говорил ему, что... Ему дано было это дело. Вот сегодня начинают биться за канонизацию. Я вообще против канонизации? Канонизации... Вот и перед Богом все это. Написано, не судите никак прежде времени, доколе не придет спаситель, не освятит сокрытое во мраке. Да суда Божия этого не надо делать. Вот сейчас вопрос задают Даниил Сысоев, убитый этот священник. А вот канонизация, как вы смотрите? Абсолютно против. Мое сознание его приняло как святым. Он канонизирует моим сознанием. А вот это сейчас начинают они кое-что рихтовать, убирать. Это как бы он ни говорил. Как мне говорят, вот вы умрете. Из ваших трудов, что не нравится, уберут. И будут канонизировать. Я говорю, я вам покажу тогда. Как это можно? Он святой. Для меня он святой. На этом весь Казданил Сысоев. За полторы тысячи лет, может, никто так мусульман не любил, как он. Он жизнь положил за это. Да. Вот весь мой... Слышал я просто... Мой ответ. А вот это, что патриархия теперь решает, как вот Матрону канонизировали, ну и задали задание написать житие. Когда написали там, кто знал, Синод там рассматривает, вычеркивает. Это не надо. Почему? Она обречала попов. Она обречала правильно. Как вы можете убирать? Это ее биография. Вот у нас вот недавно умерла одна Анасхия, монахиня какая-то там, настоятельница монастыря была, Ксения, до этого она была Варвара. Ее биографии пишут, и ни слова не говорят, как она пришла в православие. Она пришла в моем доме. Она пришла через меня. Это не полная биография, но так как они меня не любят, не уважают попы, а они просто вычеркивают из ее жизни. Ее биографии такой не было бы вообще, если бы она со мной не встретилась. Она была против. Она не была бы даже тем, кем она была, а стала настоятельством монастыря Шишкина Раиса. А мне у меня в этой книге написано. Вот я против малейшей лжи. Ни под каким видом. Чтобы она у нас не проявлялась. Нравится? Вот эта книга, толковая Библия, там 12 ее частей. Это глубочайший труд. Но по нему вести занятие невозможно. Я одно занятие пытался в университете провести, и так и не смог. Мне это нужно. Вот это наше, вот это вот трехтомник. Здесь каждое слово в строку. Она забрано все, да, полностью? Все самым простым языком. Что вложено Фефелак говорит, что говорил Пната Златоуст. И я делаю здесь 297 комментариев о положении сегодняшней церкви. Что не хотят учить. Народ разбрелся. Они его не могут собрать. Почему? Потому что свое я мешает. Вот мы где проезжаем, отношения к нам прекрасны везде. Везде, кроме где нет церкви. Как только церковь попы, как лютые звери кидаются. Ну, скажите, уголок. Я спрашиваю, скажите, а в чем моя вина? Он ни один не может сказать. Вы православные. Ваше православие разбросало людей. Вы считаете, я не православный, а через меня Господь православие с сектантов разных приводит. По делам Бог будет судить или по словам? К сожалению, все сейчас уже продались, священники. Да. Служат... Нельзя сказать, что нет. Это я той стороны не касаюсь. Я признаю благодатность, какой бы он ни был, пока его не запретили. Но он поступает совершенно не по Евангелию. Простое слово. Христос посылает учеников в мир и говорит, посылает как овец среди волков. Это понятно? Ну, что они волков? А кто волков? Волки все безбожники. Коммунисты, фашисты, масоны. Все сектанты. Волки. Но только волки. Но когда считаем Деяние апостолов, 20 главу, Господь говорит, Павел говорит, собрал из Ефеса в Мелит епископов, пресвитеров, и говорит, а из вас в вас станут лютые волки. Не просто волки, а лютые, то есть хуже всех безбожников. И говорить будут превратно, то есть извращенно. И цель какая увлечь за собою. Они привыкли жить за счет этого. Они не понимают, что за все придется это отвечать. Вот конкретно мы в епархии собрались, сидят епископы, я перед ними где-то. Ну дайте мне суд. Я требую суда. Они не могут ничего сказать. А секретарь епархии говорит, под каждым словом Игнатия Тихоновича могу подписаться. То есть согласен. А как же не подписаться, когда я говорю по Евангелию? Я заботчись о том, чтобы люди знали Бога, чтобы мы показали образ Христа жизнью своей, сознательно обратились к Богу, сознательно поверили. А не так, что знакомые тебя продвинули, или на поповской дочке женился, и уже... Мне предлагали, говорят, не хочешь мыть тебя рукополу, у нас священников не хватает. Брату предлагали. Мне много раз предлагали, я бы епископом был давно. Зачем? У меня другое поприще. Мне Бог дал вот это поприще, и я им иду. Я вижу, у вас и добротолюбие есть. На сайте у меня и насчитаны добротолюбие. 12 лет. там вон еще есть книги у нас. Вон как. И икон у нас много. Но я здесь не живу. Я сейчас живу с женой в другом месте. В городе? Ну, да, почти что. А здесь живет мать с дедушкой. Грубая. Ну, здесь так осталось вот это все. Я приезжаю, помогаю. А вот у нас, ну, вы вам рассказывали, да, что, кто мы такие. Вот наше дело тоже, но мы не можем так, как вы, проповедовать Бога. Вот у нас еще не хватает ума, наверное, указать. Нет, не уме дело. Дело в отдаче. Вот. Я искал. Вы бы знали, как я искал истину. Там покрупился, где-то безбожий какую-то, скажи, выписку, один из тихих из Библии, я его выписываю. У меня не было Евангелия. И 27 сентября 62-го года в руки мне дали Евангелие. Я в это же веще отпокаялся. А работаю на корабле, учусь в высшем мореходном училище. Я только через борт корабля переступил, вот отвечал, ну, лоцманский катерок привез. Я первому уже солдару, матросу говорю, живем неправильно. Христос умер за нас. И 50 лет нынче, вот я иду этим путем. 50 лет. Это полвека. И как один день прошел. Я по-другому никогда не мыслял. Авторитет один. Христос. Главная задача, как Серафим Сановский говорит, это стяжание Духа Святого. Быть в Духе Святом. Жить для Бога. И вот это хорошо, я живу плохо. Да, эта обстановка, такой у меня никогда не было. У меня ничего нету. Совершенно. Это все не надо. Мы с собой не заберемся. Это все остается. Это все останется. Это просто... У меня тоже такая позиция, но меня не поддерживает. Я говорю, что это все не надо. Ни машины, ни золото, ничего этого не надо. Но, к сожалению, тяжело идти против мира, против течения. Людям не нравится, когда начинаешь их тревожить. Я не могу не тревожить, потому что от костер сегодня горит, мы стоим 7 метров в стороне, на ветер, против ветра нас ждет. А как же в самом огне-то? А как же в аду, когда там может миллион градусов будет? И все это сегодняшним днем. Я все слова Серафима Саровского говорю. Он говорит, если бы любезно, вот эта комната вся была бы из одних червей. И каждый из них прогрызал бы во всех направлениях, в глаза, в уши. Ну, немножко, там, 100 лет. То стоило претерпеть. Ради будущего блага. Надо вот это все реально ощущать. Зачем мне это нужно? Я мотаюсь по стране, еду за рубеж. Я знаю, мне Бог дал вот этот материал, который есть, который библиотека есть. Там я отвечаю на 4124 вопроса. Как правильно служить Богу с полной отдачей? С Богом торговаться не надо. Он сказал, я должен ответить, вот, слушай тропой. Будешь терять друзей, можешь остаться один, проклинаемый всеми, но с тобой будет Бог. Никогда не заботься о том, что же будет завтра. Написано, говорит, забот хватит на сегодняшний день. А ты будешь один, а тебя все покинут. Со Христом ты не будешь покинут. Со Христом у тебя всегда все будет. Голодным не ляжешь. А можно ли чего-то сегодня сделать? Я даже этот вопрос не ставлю. Мне повеление дано, я его делаю. Я вижу новые души, которые приходят, совершенно не знавшие Бога. И они в ближайших у меня помощниках, друзьях. Мы делаем дело, которое нам Бог доверил. Его нельзя на себя взять. Во-первых, ну с чем ты пойдешь? Ну вот смотрите, вопрос такой. Не все же могут пойти по вашему пути, правильно? Вот у меня путь другой. Я иду, ну не только у меня, у других там. Мы идем, ну и с Христом, и больше военное у нас дело такое. Как нам быть? Как отойти от этого? От военного дела отойти. Это решительно. А как отойти? Ну в случае... Не надейтесь на этот случай. У Бога все вымерено. Он говорит, вы не знаете какого вы духа. Вложи меч твой в нож. Я поэтому с военными когда разговариваю, от их военной хватки уже через пять минут ничего не остается. Вы верите в то, что в Библии написано? Простой вопрос. Ну да, верим. Ну, если верующий, то он отвечает, да, верим. Значит, ты веришь, что так и будет. А как ты там против Бога пойдешь? У Бога это назначено. И написано проклят, кто меч Господень удержит от крови. Проклят. Считай 17-18 глава откровения. Эта блудница должна быть сожжена. А я пойду защищать. Ну представьте, мы сидим сейчас, вылетается здесь 30 китайцев с автоматами. И что ты будешь делать? Они сегодня могут выставить четырехсотмиллионную армию. И что ты будешь? Я, армия, да. Спрячься, таракан, чтобы тебя ни духу не было нигде. Ты молись Богу, умереть достойно. Нас нужно научить правильно болеть и правильно умирать. С Богом. А что будет на земле, на этой планете? Тебя это совершенно не касается. Спасай, спасай твою душу. Я защищаю, там военные. Даже это глупостью нельзя назвать. Это назначено. Это все бросить. Бросить, отойти. Трудись для Бога. Будь верен, кроток, смирен. Смиренно-мудрее главная черта христианина. Молитву. Вот я поставил задачу себе спасти свою душу. Считаем, где Псалтырь, 118-й Псалом, 164-й стих. Седьмикратно в день прославляю тебя. Я вот сегодня мотался, вот я здесь и умушился больше, чем в пути, на работе. Мне негде спрятаться. Я хожу, ищу место, везде люди. Мне нужно уединенное место семь раз в день зайти в уголок и совершить молитву. Молитва это, ну я для себя взял на три святой и сто поклонных. Это разовая. Семь раз в день. Семикратно в день. За суды его. Вот это, суды его такие были, развалилась эта сторона. Господи, праведен ты. Слава тебе, Господи. Дам нам свободу. Я реабилитирован. А я иду арестованный. Советская власть. Я его защищаю. Я должен был. Бог мне дал свободу. И отнять ее никто не может. Будь я в плену, в подвале, где-то закованный, свобода внутри. Был такой профессор Марсенковский, он говорил, Владимир Филимонович, со Христом и в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Что толку, что он на свободе ходит, наркоман, плоти свои удовлетворяет, изменяет жене, пьянствует или курит, или еще что-то. Я во Христе. И потом жизнь моя решительно вся, высвященная в нем, меняется полностью. И для меня советники никакие уже не могут повредить. Потому что я читаю Евангелие, смотрю, как святые отцы истолковали. Все это в этом. Весь. Да, так, вот как я делаю, это, может быть, и не сделать. Но у тебя другой путь, действительно так. Но в этом пути ты положи сто процентов. Ну а вот как Евгений Родионов, он как за Христа умер? А с чего взяли, что за Христа? Евгения? Да. А с чего так взяли? Ну, просто... Да ничего, во-первых, рассуждать о нем мы не можем, погибли по глупости. Я брату рассказываю, я бы в армии ослужил, я бы просто так не дался. Я знаю, как они дежурят, как они были. У меня в книге подробно про него написано, в книгах. В книгах. И вот начинает. Марк, сколько лет, искала, нашла там... Москва, прошло, моя... Голову попробуют крестик. Как крестик без головы? Он за счет головы и держится. То даже здесь и то врать не умеют. Если голова отрезана, никакой крестик не может быть на голове, потому что все сузилось, ничего нету. А они вот так-то... Ничего мы не знаем, поэтому полное молчание. Мы не знаем, как он умер, что... Я знаю, как они дежурят. Вот они четверо сидят на вахте. Там... Я просто восстанавливаю картину. Посаду наблюдать. Метров 400 от них. Они говорят, 250-400, там не поймешь. Основные силы находятся. Но они на вахте находятся. Четверо сидят в одном месте. Да какое же это дежурство? А скорая помощь, как рафик-то, ходит, они примелькались, на них внимания уже не обращают, она медицинская. А в этот момент их было 7 человек, жахидов. Они влетели сюда. Все их повязали. О чем они разговаривали? Да ни о чем, о бабах. Треп собачий был. А ты бы как сделал? Я описываю, как я служил. Я в армии служил. Я бы сделал не так. Только меня привели, только привели. Я мгновенно начал осмотр местности. Я всех рассредоточил по разным местам, а один находится на вахте. Им бы мало не показалось. В то время я другой был. И никто бы не знал, я какие укрытия сделал. А они сидели в одном месте, как бы воробьи в гнезде. Заскочили. При том, что война была. Да. Мы должны быть просто в реалии этой жизни. Я говорю так, дальше сегодняшний. Сегодняшний я другой. Я их могу всех в плен взять, если Господь позволит. Плен безоружен. Безоружен. Почему? Ну, как говорит об этом Иоанн Златоус. Хорошо, что Давид убил Голиафа. А еще лучше, если бы Голиафа перевел на свою сторону. И послал его воевать против филистимлян. О, самое важное дело. Я с ним беседую. Мне говорят, а что с ним сделать? Вот этот еврей такое зло делает. Он в моем доме обратился, еврей, и стал священником. Все. А вот этот КГБшник, ты знаешь он какой? Да он сколько... В моем доме он обратился, и стал священником православным. Вот борьба. Безоружная. А как? Пленяем в послушании Христу. Пленяем. Это Бог делает. Притом, я называю конкретные лица, конкретные факты, даты. Я знаю пленяющие силу слов Христа. Кто бы обратил Савлу, когда он шел, терзая церковь, гнал, хватал, Бог осиял, ослеп, обратился, пошел апостол Павел. Савла уже нету. Вот нам что нужно. Добиться от Бога. Мы сейчас ехали дорогой, нас задерживали, там невозможно. Как? Ребята, ничего не надо, отходим, молимся. Мы помолились, не выходите к ним. А он там названивает, это там такие деньги, надо, не пропускают. Вдруг начальник, который звонил, исчезает, другой подходит, езжайте, по-хорошему, езжайте, все, отпускают. Молитва. За нас тысячи людей молятся. И при том, это ни один, ни два раза в нашей дороге, только вот здесь, вот мы где были, в Молдове, в Украине. Ну, документы у них в руках, вырвать их я никак не могу. Я могу только взывать к Богу. Я взываю к Нему всем сердцем. Я знаю, за нас молятся. Так и здесь. Спасти никого нельзя. Абсолютно невозможно. Поэтому, я доверяюсь Богу. Как, вот, есть такой материал, к Истинному православию, у меня книга, я могу дать, просто зайдите сейчас. И там как раз это для вас нужно. А я говорю вам, любите друг друга, о войне. О, хорошо, что разговор зашел. И как там Тацит говорит, как мы молим, молитвою, мы сдерживаем врага, мы более участвуем в войне, в смирении врагов. Я же ежедневно молюсь за правителей мира, за то, чтобы правдился мир. И моя молитва, при содействии ангелов Господних, она все усмиряет. Я не смогу военным дать другого совета. Притом, обречение уже написано, уже полностью. Мы приговоренные. Россия будет раздрогрена. она уже поделена на картах мира. Ты отойди. Военные все будут немедленно уничтожены. А так, глядишь, ты еще неделю протянешь. Ну ясно. Ну все, мне просто вызываются работы. Вы ко мне сейчас подождите, чтобы мы сейчас там тесла commitment. ier...